18 сентября Лобня выбирает депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Московской областной Думы, Городского Совета Депутатов. Расширенное заседание Координационного Совета соединило в ДК «Чайка» руководителей предприятий, организаций и учреждений. На нем побывала и наша съемочная группа. Участники Совета рассмотрели вопросы подготовки и организации выборного процесса. Глава города Николай Гречишников выступил с докладом о социально-экономической ситуации в городе, сформулировав главную задачу городских властей – обеспечить все условия для честных выборов. В Лобне всегда выборы, они нормально всегда проходили, всегда явка была нормальная, всегда голосовали и сердцем, и умом. Поэтому я и в этот раз прошу всех, прежде всего, конечно, прийти. Чем больше придет людей, тем, конечно, для нас это будет лучше. И депутаты тогда все будут избраны, ну, наибольшим количеством людей. Это самое главное. А наша задача – создать все необходимые условия для этого. Хочу пожелать всем кандидатам в депутаты успехов и честной предвыборной работы, и, самое главное, честной победы. Для обеспечения равноценных возможностей каждому кандидату в депутаты городского совета, а это 72 человека, 12, 14 и 15 сентября предоставляется возможность выступить перед жителями в ДК «Чайка», ДК «Красная поляна» и ДК «Луговая» соответственно. В 38-м номере городской газеты «Лобня» будут опубликованы краткие биографические данные и фото кандидатов в депутаты городского совета, а также границы избирательных округов. Обеспечивать безопасность выборов будет у МВД России по городу Лобня. Избирательные участки взяты полицией под круглосуточную охрану. Обращаем ваше внимание, что подъезд автотранспорта, кроме инвалидного и с инвалидами, в целях безопасности будет ограничен расстоянием в 200 метров до участка. Отдел по вопросам миграционной службы будет работать не только в день выборов, но и накануне, в выходные дни, 10 и 11 сентября до 16, а 17 и 18 сентября до 20 часов. Хочу всех успокоить жителей Лобни. Отдел по вопросам миграции работает все выходные дни, включая 10 и 11 и 17 и 18 до 8 вечера по вопросам замены и выдачи паспортов и в том числе регистрации граждан России по месту пребывания жительства, кто имеет желание и возможность проголосовать. Если паспорт сдан в связи с утратой, выдается документ полностью легитимный, по которому можно временное удостоверение личности пройти и проголосовать. Но все, кто будут желающие проголосовать, все получат документ удостоверяющий личность. Создать в день выборов праздничную атмосферу предназначено Управление образования и культуры. На участках, которые в основном расположены в городских школах и учреждениях культуры, будут организованы выступления творческих коллективов. На всех избирательных участках будет организована культурная программа силами детей общепразовательных школ, творческих коллективов, учреждений, также культуры. Также все избирательные участки обеспечены дисками с песнями лобнинских авторов и обязательно гимном России, который прозвучит в 8 утра. Разложат свои товары лобнинские купцы и гости из Иваново, Вологды, Беларуси и других городов. На выборы приходят семьями, как правило, поэтому у нас должна быть продукция, которая бы учитывала все интересы разных поколений. Поэтому будут и детские товары, будут и товары для пожилых людей, будут и товары для молодежи. И здесь будут представлены разные товары регионов России и от производителей. То есть здесь будут и гусь-хрустальные, и текстильные товары, товары из Иваново, из Тамбовской области, и белорусские товары тоже будут представлены. Традиционные поздравления и подарки ждут тех, кто придет на избирательные участки впервые, а также старшее поколение, тех, кому за 80. Мы всем жителям нашего города будем вручать, разносить пригласительные, оформленные приглашения на выборы. Ну а некоторым категориям, соответственно, мы подготовили небольшие подарки. То есть у нас те, кто голосует в первый раз, а таких у нас почти полторы тысячи человек, 1449 человек, они у нас получат ручку и блокнот, такой именной символикой города, чтобы у них осталась память о том, что они, соответственно, впервые пришли и поучаствовали в выборах. Плюс тем людям, нашим ветеранам, нашим пенсионерам, тем возрастным людям, кто очень активно участвует в выборах традиционно, а их у нас 2600 человек, чуть больше даже, мы им тоже подготовили небольшой сувенир, это кружка с символикой, соответственно, символикой города. Плюс еще у нас будет на избирательных участках шарики с эмблемой ловни, мы тоже будем раздавать нашим маленьким самым участникам, кто придет, может быть, с родителями, с бабушками, с дедушками. 25 тысяч воздушных шаров украсят избирательные участки и поднимут настроение. Для участковых избирательных комиссий в этом году подсчет голосов и выдача избирательных бюллетеней отличается от предыдущих лет, так как выборы трехуровневые, федеральные, областные и городские, то из списков, по которым будут выдаваться бюллетени избирателям, будет три. Подсчет голосов после закрытия избирательных участков будет проводиться сначала по Государственной Думе, затем по Мособлдуме и затем по Совету депутатов. Выборы трехуровневые. Мы выбираем депутатов Госдумы и впервые в этом году выбираем не только по спискам, но и по одномандатным округам. Мы выбираем по такому же принципу, уже не первый раз депутатов Московской областной думы, и мы выбираем депутатов, Совета депутатов нашего города, тоже по такому же принципу, по пяти двухмандатным округам и по партийным, по единому округу, по партийным спискам. Каждый избиратель на избирательном участке получит шесть избирательных бюллетеней в нашем городе и по этим бюллетеням определится, в чью пользу он отдаст свой голос. По вопросам агитационно-пропагандистской работы и работы с партийными объединениями на Совете выступил Сергей Сокол, заместитель председателя Координационного совета, отметив, что нарушений нет. Все, кто желал и имел возможность, использовали наружную рекламу, газетные площади, эфирное время. Особую озабоченность Сергей Сокол выразил по поводу ситуации в округе номер 4 и номер 1, где в адрес кандидатов, в том числе женщин, работников социальной сферы, поступают угрозы. Сергей Сокол выразил надежду, что эти, в кавычках, активисты образумятся и остановятся. Рецидив грязных способов предвыборной борьбы 2004 года городу не нужен. Координационный совет рассмотрел также вопросы работы коммунальных служб, их готовности ликвидировать возможные аварийные ситуации, обеспечить безопасность, в том числе в подвалах и на чердаках. На совете выступили также кандидаты, поднявшие волнующие их вопросы. Председатель территориальной избирательной комиссии Валерия Каменева сообщила, что в день выборов возможен приезд в Лобню иностранных наблюдателей, а сами выборы должны пройти на высоком уровне, без нарушений конституционных прав граждан.